данное видео не несет в себе цель оскорбить кого-либо ролик сделан исключительно в развлекательных целях на днях прочитал новость которого взбудоражило конечно многих и хам гейдарович алиев разделил азербайджан включая вот земли которую недавно получил в подарок от главного земли продавца крысиного короля в разные экономические зоны значит и эти земли он определил как восточный зангезур из чего многие его можно сделать вывод как минимум что из западной оказывается да нет ну да понимаешь самое главное вовремя понять что можно использовать но хочу тебе ответить что восточный зангезур соответственно это становится сюник ну если это ответочка тому что мы считаем западной армении то да но нет я думаю ты знаешь что наоборот сделаем если они утверждают что есть вот такое образование как восточных что вас восточный зангезур придает ему какой-то статус то давайте говорить о том чтобы восточной армении тоже придали определенный статус и об этом я уже не говорю о том что мы считаем считали считаем и продолжаем считать что существует отца а я так вообще считаю что надо идти к морю если уж мы покер земельный покер разыгрываем то очень прелестно можно дорогу к морю прочертить по территории ну а наших походах к морю сейчас честно говоря немножко странно говорить потому что особенно после последней встречи крысиного короля и русского царя я тебе знаю что хочу сказать что давай оставим к зонгезур и армению турецкую наш нашу дорогу по тел турецкой армения не турецкая армения западная продолжим то что запад говорит так она и продвигается вот сейчас очевидно все пришли все стороны пришли к какому-то взаимопониманию и куда-то идут вот куда идут к восточному ли зонгезуру в западной или армении или вообще к расчленению того что мы не поймем что здесь происходит прекрасно все понимать значит во первых я понимаем знаешь что это сейчас объясню что упал что мы понимаем значит во первых я думаю что ты неправильно трактуешь обнимашки русского царя с крысиным королем это больше было похоже слушай давай да все таки людей называть по именам мы же договорились я по именам назвал значит это было больше похоже знаешь как хирург при обнимает больного которому собирается ампутировать ногу когда никол пашинян говорил что я хочу чтобы было хорошо народа в армении азербайджана и карабаха вот тогда бы нам хорошо вместо того чтобы только орать взяли бы да и подумали какие возможные варианты к чему это приведет мы все шансы мы и кто должен был подумать ты и я я хочу сказать продолжая твою аналогию может быть мы действительно мы с тобой и нам подобные это какие-то раритеты не понимаем не много раритеты а птеродактиле я не знаю ихтиозавры ископаевые которые не могут понять тенденции чего мы не можем понять изменения мира сам сказал я все понимаю Турция становится региональной ты знаешь от чего боюсь что через год мы будем говорить о том что надо было принять восточный Зангезур потому что сегодня у нас отнимают и западный Зангезур и еще я не знаю Араратскую долину ты в этом смысле да я в этом смысле значит так как я воспитан по старому я old school style man то есть рептилия, птеродакт да если тебе угодно мне угодно нас так наверное воспринимают я привык к лозунгам лучше умереть стоя чем жить на коленях где твоя гениальная середина они оба как бы это сказать Людовика не трогай он был король солнца да от которого воняло за версту потому что в жизни он мылся два раза значит около шести тысяч лет у нас было это есть пока я очень надеюсь что будет государство с перерывом на семьсот лет я говорю с позиции государство значит у этих условных десяти миллионов армян не знаю как считали откуда десять миллионов не могу понять у них у всех есть родина причем даже у тех армян которые никогда в Армении не были у них есть некий выдуманный образ какого-то там прекрасного государства где сейчас живут бабушкина дача это называется да либо да бабушкина дача для многих это бабушкина дача они приезжают раз в год там с детьми да не знаю кушают тут эти абрикосы и потом садят самолет это о родине для того чтобы иметь родину даже не надо иметь государственность как они думают не хочу в эти дебри входить да возможно и вы правы и вы правы и вы правы а в чем ты не прав я не говорю неправильные вещи и в своей правоте я сейчас уверен на сто процентов чего я не люблю это демагогию на тему смертельной опасности армянской государственности значит выжили те народы у которых осталось государство выжили те народы которые боролись мы тебе оставляем государство в виде заповедника Гобли да нет мне походу не хотят оставлять государство мы сейчас проходим очень опасную точку очередного крутого исторического поворота значит либо мы 300 тысяч победим внутреннего врага отстоим государство ты если ты говоришь о спартанцах да нет я говорю приблизительно 300 тысяч человек в Армении национально государственно ориентированы другой вопрос что число 300 походу оно число сакральное сейчас я хочу знаешь к чему вернуться и с этим не считаться нельзя я говорю о том насколько умно надо себя вести так же умно как вел себя Азербайджан который 30 лет пока мы тут надо вести умно да что делать опять скажешь ну давай каждый день будем сидеть и говорить это такой инфантильный бред и да кому надо демагогический инфантильный бред что ты предлагаешь а твой бред какой потому что некоторые из них неконституционные назовем это так ну что ты не будешь открывать мы всю жизнь с этой трибуны и говорили о том что действовать надо неконституционно это ты говорила я этого не говорила а вот ты сделаешь да значит ты первый из 300 спартанцев возможно не первый ну пятый ладно один из то есть ты возьмешь вот этот мушкет и отправишь не потому я знаю почему ты мне скажи что ты делать будешь я не я из тех людей которых 7 месяцев водили шествиями по улицам города ты 7 месяцев Чирикова ходила домой на работу и говорила слушайте а что нет никого кто его прибьет вот это демагогия а я из тех которые 7 месяцев что-то делали возможно ошибались возможно были неправы но мы что-то делали мы этого крысиного короля хотя бы держали в тонусе а сейчас уже надо помешать надо помешать совсем разложить это государство потому что у нас основной враг он не внешне это не Азербайджан это не Турция это вот это вот та ядовитая поросль которая обила окна двери и потолки моего дома красиво выразился красиво выразился я думаю давай-ка мы завершим а то ты меня под уголовную статью заведешь не буду сегодня да я наконец поняла кто я чирикающий демагог но несмотря на это когда я призываю к действию она говорит это демагогия когда я говорю что нет сейчас надо сейчас надо ничего подумать а почему мы должны посидеть и подумать я не говорю и думать я считаю надо всегда во-первых можно стоять я кстати даже вас не думаю вот ну вот да значит чирикающий демагог и один из тех трехсот спартанцев который поведет к действию я очень рада что есть хотя бы один а я не один не не все я хочу предложить новую формулу давайте наконец твоя следующая следующий год в шуши и я хочу моря в сегодняшней ситуации выглядят демагогией инфантильными а чирикающие инфантильные демагогии я предлагаю новый розык который очень поможет я честно говоря бог с тобой я же не буду тебе я руки вешать я хочу сказать что я выше этого в отличии от тебя да ну давай на этом и завершим а у нас сейчас пессимистическая передача получилась почему пессимистическая нет мы опять остаемся в надежде что до внутренней крови мы не дойдем потому что конституционный суд не допустит этого приняв правильное решение о спасибо за просмотр поставьте лайк и если вы не подписаны на наш канал то подпишитесь что думаете вы пишите в комментариях до новых встреч